Добрый день, проходите. Сегодня единый день диспансеризации. Вы можете пройти у нас диспансеризацию. Проходите в группу. Очередной единый день диспансеризации мы решили провести в пятой поликлинике. Уже у входа мультищенцев встречает волонтер. Он помогает им сориентироваться. Прежде чем пациент отправится по кабинетам, ему предлагают заполнить анкету. Здесь же он получит маршрутный лист. Это нововведение врачей пятой поликлиники. Мы разработали так называемые разноцветные маршруты. В этих листочках, которые называются маршрутный лист, для каждого пациента свой маршрут. Разная последовательность всех исследований. Удаётся избежать скоплений пациентов возле кабинетов. У каждого своё направление. Поскольку отсутствуют очереди, медосмотр занимает не так много времени. А современное оборудование, которым оснащена пятая поликлиника, позволяет получить результаты исследований мгновенно. Например, этот аппарат, проанализировав кровь пациента, сейчас не только выдаст данные на экран, но и сравнит их с предыдущими. Анализ крови полагается сдавать натощак. И чтобы в дальнейшем общение со специалистами было комфортным для пациентов, в конференц-зале их ждут горячие напитки и снеки. Подкрепившись, можно пройти УЗИ, флюорографию, маммографию, а также другие исследования, положенные в том или ином возрасте. И, конечно, получить рекомендации специалиста. Мне приходилось проходить, но сегодня мне очень понравилось. Очень всё продумано, быстро, слажено. Я очень довольна. От предложения проверить здоровье теперь не отказывается и молодёжь. Пока есть возможность бесплатно сдать и проверить своё здоровье, дать анализы и проверить здоровье, то, конечно, нужно. Пользоваться, да? Да, пока есть возможность. Словом, практика открывать двери в выходной день для тех, кто хочет пройти медицинский осмотр, себя оправдала. В эту субботу только в пятой поликлинике участниками диспансеризации стали около сотни мытищенцев, а это значительное достижение. Эффективнее, дешевле следить за здоровьем, пока нет болезни. И там, в тех странах, где граждане понимают и обращают на это внимание, нет таких тяжёлых и сложных пациентов, которых тяжело лечить и уже невозможно помочь. Провожая нас, Марина Сычёва напомнила, что единый день диспансеризации медики проводят каждую третью субботу месяца. Обращайтесь в поликлинике по месту жительства. Надежда Трифонова, Константин Химичев. Информационная программа «День». Продолжение следует...